Было так, отец пил, буянил, что в руке, а то и бил, кастрюля, кастрюлей. В месяц могли жить у матери в детском саду, могли, получается, где-то там у соседей ночевать. Уже начинал тренироваться тогда с этих ощущениями, там трудники, брусья уже как бы крепкие были. Уже там я не задумывался за мать заступаться или не заступаться, если он начинал скандалить, буяниться, то я однозначно за мать. То есть, если бы не было такого отца, то естественно, что я не стал бы таким. То есть, мотивация была очень сильная. Демиш Леонид Леонидович, 50 лет, будет 51. Детство очень тяжелое было на самом деле. Родился я в Молодечно, а рос до 7 лет в деревне бабушки. Вот, когда бабушки были, там, наверное, самое было такое время, самое счастливое. То есть, не видел. Жизнь была розовая. Отец злоупотреблял алкоголем. Приезжаешь на каникулы к бабушке на лето, идешь в колхоз где-то там работать. Я помню, заработал там больше, чем 200 рублей. И, получается, приехал домой в город, думал, там куплю себе спортивный костюм, кроссовки, там туда все. А потом отец эти деньги сворвал и пропил. Бил он так, нормально бил, мягко сказано скажем. И с ножами там, и со всем чем угодно. Она вся в синяя ходила. Подала на элементы она там, 50 процентов. Он, как бы, элементы платил, но он ее бил и забирал все деньги обратно. Но я уже начинал тренироваться тогда, с охочениями. Там турники, брусья уже, как бы, крепкие были. Дома во дворе я занимался, получается, и товарищ фотографировал. Здесь-то, наверное, мне, может быть, лет 17. Стали давать отпор, он уже стал себя по-другому вести. Объем груди у меня в спокойном состоянии. По соскам я мерил 120 см, талия 86 см, бедро 66 см, голень 43 см, шея 45 см, бицепс 43 см в холодном состоянии. Таз 105 см, вес 96 кг. Такое время было 90-е годы. Были, кто зарабатывал деньги быстро, но были нечистые на руку, получается. То есть они обманывали одни других. Поскольку я занимался спортом, был спортсмен, мы боксировали, бегали и, получается, тренировались физически крепкие были. У нас был коллектив спортсменов определенный. И с уголовниками я в нормальных отношениях был на тот момент, хотя я сам не уголовник был. Тогда такое время было, что люди отвечали за свои слова, потому что они знали последствия. Получается, я, поскольку был со всеми в хороших отношениях, я ездил по всему Советскому Союзу в то время, то есть поскольку деньги каким-то образом нужно было зарабатывать. То есть теперь, когда понимаешь, более осознанно на это смотришь, понимаешь, что, ну, как бы там ни было, ты не можешь там решать, кто там кому должен, кто должен отдаст, кто должен не отдаст. За крышу платили, то есть, ну, тогда такое время было. На тот момент, там, допустим, пять тысяч долларов заработать за месяц, это было не проблема. Ну, если браться там по моим уголовным делам, то конкретно я сидел за вымогательством, мне пять лет дали, получается, сразу. Не знаю, что, может быть, тут даже какую-то зону фотографию найду, что-то нашел, ну, тут особо. Так. Задерживали брутально и, получается, меня брал, допустим, там, «Алмаз» или «Спецназ», я не знаю, то есть там, ну, я приехал домой, вот, домой с автоматами залетели и все, начали хлистать. Отдели наручники, начали бить. Поскольку меня расписали как лидера преступной группировки, то, естественно, ехали задерживать меня в надежде, что все будут у меня. В общем, задержали меня одного, и один я отбывал наказание. Вот это 96-й вот, если что, тоже, это там же, на славном городе Бобруйске. Потом, пока я был в Бобруйске, 6-й отдел, получается, здесь проводили мероприятия, нашли еще одного потерпевшего. Год был последствием снова, и мне дали, получается, еще пять лет. Отсидел в общей сложности, вышли амнистии две. Мне сняли по первой амнистии год, по второй амнистии год, и, получается, я там отсидел около четырех лет. 99-й год, это я освободился. В камерной системе такое продолжительное время для здоровья, оно, естественно, положительно не отражается. Если я, допустим, там, когда меня арестовывали, весил 115 килограммов, жал 200 от груди, и, получается, там были у меня результаты бицепсы 52 сантиметра, я тренировался, как бы попал туда, я за шесть месяцев, у меня все ушло, я стал весить там порядка 90 килограммов, в зону я пришел вообще там 88, получается, я весил. Но все равно я тренировался в камере, я там подтягивался на решетках, отжимался от кровати. 18 марта освобождался я, и получается, что ночью ехал, я никому не говорил, что я освобождаюсь, меня никто не встречал, ну и ночью приехал в село Греки, там, в штанах, ну, одного Полоцка до Полоцка, и потом уже, получается, до молодечно. Ночью приехал и пешком пришел домой к жене, вот и все. Она офигела, я говорю, сбежал. Вот, это я сегодня ночью пек, трахан не выспался, вот. Такой вот хлеб, на закваске, бездрожжевой он. Мне нравится печь его, то есть мне нравится, как бы, сам процесс, мишени руками. Вот мне захотелось там с курагой, я спек с курагой, захотелось там пшеничный, я спек пшеничный. Ну, на здоровье, как меня повернуло, скажем, я вообще здоровьем занимался все время, еще там, в возрасте 18 лет я пробовал голодать. Ну, чай я люблю вообще практиковать и заваривать, поэтому собираю его в основном сам. Собирал иван-чай, там рос дикий смородины куст, я листики обрывал и, получается, ферментировал, потом и сушил. Сделаю воду, всегда талую, то есть я, получается, на ней чай завариваю, я беру, замораживаю в морозильнике, в бутылках, или теперь, как мороз, зима на улице, я 5-литровую бутылку большую наливаю, воду водопроводную выношу, она замерзает, потом оттаивает, и я ее процеживаю, проливаю. То есть, получается, она как структурированная вода. Достаточно хотя бы и раз ее заморозить, разморозить. Там даже молекулы, клетки меняются воды, молекулы, она совсем другой формы, она становится, как красивая снежинка. Поднятие осягощений, как известно, они положительным образом не влияют на позвоночник человека. У меня проблемы были в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Однажды я сидел с сыном на полу, там баловались, смотрели телевизор, стронгмен тогда шел, любил смотреть силачей, получается. И, ну, чихнул просто-напросто, сидя на полу, и все, и меня так защемило. Я не смог ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни разогнуться, ни согнуться, ничего. Как-то там лег на пол, лежал, 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 думал, когда, что пройдет все, ну, там, может, пять лет было. Ну, мне 35, наверное, было. Нужно было, вплоть до операции, получается, что нужно было вырезать грыжи, грыжи. Я говорю, может, мне перестать вообще заниматься? Он говорит, если ты перестанешь тренироваться, у тебя сейчас мышечный тонус, и мышцы у тебя держат твой позвоночник, весь корсет, то есть, за счет мышц. Ну, сулили мне инвалидное кресло, у меня был сильно пережат седалишный нерв. То есть, если бы проблему не решить, у меня начался паралич двух ног. То есть, я не мог ноги согнуть вот так вот. У меня походка уже меняться стала. То есть, получается, ноги работают не так, и идет усыхание нерва. Естественно, что мышцы начинают страдать. Ну, то есть, получается, что последствия такие, что если ты проблему не решишь, то у тебя сохнет нерв вседалишный, и все, и ты не сможешь ходить. Приятель подарил мне книжку по йоге, она лежала долгое время, я ее вообще не интересовался. А потом я что-то взял, начал смотреть, начал считать, я вник, понял, начал пробовать практиковать. И все, и потом пошло-поехало. То есть, получается, мне было интересно. Я видел результат еще лучше. Дома есть штанга у меня. Есть гантели, гири. То есть, блины обычные от трактора, получается, колеса. От гусеничного когда-то были такие трактора в Советском Союзе. Их вместо блинов, они, правда, разного веса немножко, там, могут килограмм отличаться, но, в принципе, особо не ощущается. Навешиваешь, джим делать можно, бить, что хочешь. В зимнее время я более, скажем, как бы вес набираю, а в летнее время более кроссфитовский такой режим. Тут медалей, тут станешь все искать и по гиревому спорту, и по армрейсингу. Ну, тут по зимнему плаванию преимущественно, ну, и по гиревому спорту, и по армейсингу. У вас же по зимнему плаванию это рекорд, да? Ну, рекорд я два километра проплыл, час тринадцать в холодной воде плавал, на Комсомольском озере, в Ницке. Видите, демиш по первой дорожке, он тут у нас и вчера 600 метров проплыл, сегодня плывет короткую дистанцию. Приветствую, Леонид. Вот, тоже, видите, пожилой человек, но ходит, занимается спортом. Вот, это наш спортивный зал. Добрый день. Это Федорович сварил. Ну, 20 лет железного, может даже и больше. Почему вы эту качалку предпочитаете, ну, новым залом каким-то? Ну, как это, прирост к ней. То есть, ну, энергетика определенная там присутствует. То есть, круг близких людей по духу, по убеждению там. То есть, я не тренируюсь, я чувствую себя плохо. Мне не хватает этого. Мне нужно постоянно. Я не могу лег на диван и лежать. Да, в лесу свежий воздух, оно совсем по-другому заходит. Я не понимаю мужчин, когда 30-летний молодой человек отращивает себе живот и превращается в непонятно кого. Мне нужно постоянно что-то делать. То есть, если дома я ищу какую-то работу, занимаюсь дома. Я не зациклен на одном подняться, там, от огощения или йоги. Я делаю все, что мне идет в кайф. То есть, строю, делаю там дом или мебель какую-то или что угодно. Хлеб пеку получается. То есть, ну, я пытаюсь максимально жить для того, чтобы получать от жизни и давать что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА